В сегодняшнем Евангелии, дорогие братья и сестры, мы слышали притчу о званных на царский пир. Эта притча, она фактически является продолжением и даже тесно связана с притчей, которую мы слышали с вами на прошлой неделе, притчу о виноградниках. Если помним, когда Господь говорил притчу о виноградниках, то Он, конечно, имел в виду о том, что виноградари, которые рубили Его слуг и потом самого Сына, являлись образом тех иудеев, которые не приняли ни пророков, ни Христа самого, когда Он пришел. И когда иудеи, особенно книжники-фарисеи, слышали эту притчу, они, конечно, поняли, что это относится к ним. И вот как раз между этими притчами есть вот несколько строков, в которых говорится, что книжники-фарисеи хотели схватить Иисуса после вот этой первой притчи, которую Он произнес во виноградниках. Схватить, потому что они были разгневаны, они понимали, что относится к ним, и они, конечно, про свои однообменные самоуверенности и гордости не могли принять, вот, как бы сказать, суть этой притчи. Но вот сегодня мы слышим подобную притчу о званых на вечер, о том, как некий царь, и, конечно, в виде этого царя, представляется сам Бог, устраивает вечерю, то есть пир для своего сына. И приказывает слугам пойти и позвать всех тех приглашенных, то есть уже люди были заранее приглашенные, знали об этом, но когда пришли эти норовы, то они отказались, отказались прийти на эту вечерю, на этот пир. И тогда, когда царь решил еще раз послать их, может быть, какое-то было, так сказать, недоразумение, они еще раз, так сказать, отказались, и кто пришел, так сказать, на поле работать, кто на, так сказать, торговле заниматься. И вот, и не только это, а вот даже этих раб, рабов этого царя, они побили, а некоторые даже убили. И тогда, говорит царь своим слугам, идите, позовите, кого вы увидите на улицах, так сказать, во всех местах, и позовите их на этот пир, чтобы они приняли участие. И вот этим самым, конечно, Господь еще раз указывает израильскому народу о том, что он, так сказать, который был избран, он, который был призван, так сказать, на эту вечерю, то есть, сказать, признать Спасителя, пришедшего в мир, которого ожидали тысячи лет, и о котором говорили пророки, то они отвергли это приглашение. Они, так сказать, не хотели признать Христа, не хотели признать Спасителя, не хотели признать Его как Мессию. И, конечно, как мы знаем, как и в первой притче, так и во второй, Господь говорит, что, о, идите и позовите всех, кого вы увидите. То есть, этим указывает, что призовите все прочие народы, так сказать, ко мне, то есть, те, которые еще не просвещены, так сказать, светом престолом, чтобы, вот, быть участниками этого пиршества, этого, так сказать, пира, который является, как бы, образом Царствия Небесного. И, конечно, под образом этих людей, которые уже прочих, которые были не приглашены, но которые уже, так сказать, в силу того, что первые не пришли, приглашенные, то уже пошли слуги и стали приглашать, кого они только видели. Это является, конечно, образом вот всех тех прочих людей, языкников, которые были призваны вот Христовой Церковью именно признать Спасителя как Мессию. И среди этого, как раз, народа являемся мы, дорогие братья, естественно, что мы, так сказать, сейчас являемся членами Церкви Христовой, и все, каждый из нас призман, так сказать, быть участником этого пира, то есть участником Царствия Небесного. Но, конечно, как мы слышали тоже сегодня в критче, когда этот царь увидел человека, который был одет в небрачной, так сказать, одежде, то как раз изверг его, так сказать, от приказа слугам его, так сказать, извергнут из числа вот этих приглашенных. И это, конечно, этим самым тоже указывается нам, что если вот мы, которые облеклись во Христа, то есть мы, которые приняли Христа, мы, которые, так сказать, являемся членами Христовой Церкви, православной, то есть именно члены истинной Церкви, то именно той Церкви, которую сам Христос создал, а потому что мы видим сейчас, так сказать, тысячи, так сказать, десятки тысяч разных так называемых исповеданий, и каждый претендует на какую-то истину, но мы знаем, что истина только может быть одна, именно истина, это и есть православная Церковь, Церковь, которую создал сам Христос. И мы являемся членами этой Церкви, если мы, так сказать, не достойно, как бы сказать, себя ведем вот в этой жизни, так сказать, которая нам дана для того, чтобы спасти свою душу для личности, тогда мы подавляемся именно этому человеку, который, так сказать, явился на этот пир в небрачной одежде, то есть это не в подходящей одежде, не в, так сказать, подготовленном и недостойном вот быть участником вот этого мира. И вот, конечно, каждый из нас должен всегда, прежде всего, именно проверять себя, проверять, вот сказать, свое православие, и также вот быть, всегда иметь в виду, что вот кому больше дано, слава и больше спросится, и воистину нам, православным, больше дано, потому что у нас, действительно, вся истина, все необходимое, вот существует в православной Церкви, в Христовой Церкви для спасения души. То есть человек, если серьезно относится именно к делу своего спасения, если он, действительно, хочет быть достойным гостем вот этого пира, на который Господь всех нас призывает, то мы, конечно, должны также достойно постараться прожить свою жизнь здесь на земле. Памятуя о том, что вот не только по имени, по названию мы можем себя величать православными, мы должны, конечно, надеть, по своей жизни, и, как мы знаем, Господь постоянно в этом указывает, в Евангелии, чтобы мы вот своей любовью к своим ближним, чтобы мы своими добрыми делами, действительно, вот старались быть достойными своего звания, как христиане. Будем всегда об этом, любая сестра, помнить, особенно вот, когда будем ложиться спать, как вот, святые цены нам оказывают, чтобы мы задавали себе вопрос, как мы прожили этот день, как православные христиане, как именно достойные христиане, или, может быть, скорее всего, как это часто бывает у вы, как окружающий мир, который живет, конечно, только вот именно этой жизнью, так сказать, плотью, живет только вот удовольствием и только, так сказать, стремлением, как можно лучше создать себе здесь, как бы сказать, царство на земле. А вот мы, конечно, должны понимать, что не здесь, сказать, как бы царство наше, а именно на небесах. Почему вот, если задать вопрос, иудеи не приняли Христа? Пускай, наверное, много есть причин, одна из главных, потому что Господь, конечно, об этом как раз постоянно говорил, о том, что царство мое, нет мира сего. А иудеи же, конечно, ожидали Мессию, который пришел бы и возглавил их земное царство, которое бы избавило их от римского плена, и которое бы, так сказать, провозгласил себя царем иудейским. А вот Господь, конечно, как мы знаем, постоянно говорил о том, что нет, не здесь, так сказать, должно быть наше царство, а именно на небесах, к чему Он, конечно, призывал тогда и древних иудеев, и, конечно, призывает всех нас также, вот по сей день, чтобы мы тоже об этом не забывали. Аминь. Благословение Господне! Возможно, вас поблагодарить, что мы видим все данные небесные. Благословение Господне! Благословение Господне!